всем привет вот даже не нужно заглядать на петлю к самке ночки можно даже вот так с виду понять что она пришла в охоту потому что она залазит на свою дочку которую я назвал беляна мне в прошлом видео писали в том видео как в котором я сказал что ее зовут беляна мне писали что назови ее и белка назови ее беляш и снежка и снежинка ребят я я же в том видео сказал что ее будут звать беляна может какую-нибудь следующую крольчиху которую мы будем оставлять я ну то есть у себя в хозяйстве на разведение мы уже выберем ей кличку вместе с вами ну а сейчас по многочисленным просьбам меня просили показать как я буду пускать самок к самцу но перед тем как пустить туда ночку опущу я первой ночку потому что она точно сейчас в охоте еще раз повторюсь она вот кидается на свою дочку то есть ведет себя как самец это означает что она в охоте ну и сейчас мы ее пустим но перед тем как пустить я вот хочу показать что степан колываныч самец очень большой и ему там в углу в той клетке было очень тесно ну самому сидеть ему там было неплохо но когда я стал пускать к нему на случку самок а это я пытался сделать вчера то они вдвоем в той клетке не помещается и в общем я решил его пересадить вот сюда в клетку вот эту большую здесь место побольше и сейчас мы сюда пустим ночку ну а в эту клетку я посадил вот этих трех самцов которые которые вот здесь сидят теперь ну которые сидели там где теперь сидит стёпа в них по три килограмма и за послезавтра в четверг их должны забрать по 60 гривен за килограмм живого веса то есть их заберут на доращивание а потом скорее всего съедят ну еще раз повторюсь что я не запрещаю есть кроликов хотя сам не ем уже в десятый раз повторяюсь потому что все равно под каждым видео спрашивают люблю ли я кроликов да я их люблю только их люблю живых погладить и поиграться с ними и все и все дела в общем здесь освободится место и сюда я посажу беляну ну а сейчас мы с вами пустим к стёпе ночку а пока стёпа будет с ночкой работать я с вами немножко поговорю про индоуток вот видите фыркает пошли кроликов берут вот так за шкурку ни в коем случае не за уши все закрываем отойдем чтобы их не нервировать клеточка очень удобная большая я думаю что все у них получится но мы с вами вот еще спрашивали как поживают утятки которые у меня немножко приболели и на карантине но все ребят я не успел даже ничего сказать все ночка покрыта есть к вам большая просьба запомните этот день потому что когда она кролится да вообще можно написать да мы так и сделаем когда она кролится то я как всегда забуду когда эти малыши появились на свет в общем одна садка только что получилось ну не будем отвлекаться на крольчиху поговорим об этих маленьких индоутятах здесь осталось но я не знаю сколько тому что я не знаю сколько их было единственное что я могу сказать что те все и вторая садка произошла короче те малыши которые подрастают и у них начинает проклевываться вот как у этого пирожки над крылышками из хвостика я их выпускаю во двор я говорил что воскресенье когда поеду по зернов куплю ему лекарства и пропою тех которые остались больные но на мое удивление из больных утят остался всего один вот его видно вот видите у него закисшие глазки но они не закисшие они слезятся просто в общем получается что лечить уже дай никого то все выболелись за время лечения я не помню сколько прошло уже две недели пропало 3 индоутенка и все остальные все выболелись кроме вот этого одного но я думаю что и он скором времени поправятся вот такие дела еще раз повторюсь что сколько здесь я не знаю не пересчитывал правда ни разу но около уже 40 выпустил во двор сейчас мы с вами выйдем я вам их покажу здесь еще вот сидит здесь уточка с малышами я не помню сколько у него было но у этой уточки не пропадал ни один утенок скорее всего несколько вылезла сюда потому что ну вот вот как этот и еще здесь есть несколько потому что здесь появились очень маленькие утята вот вот этот беленький ну так как утки принимают всех подряд то непонятно вылезли они отсюда или просто здесь были ну это уточка сидит отдельно поэтому я их пока не соединяю здесь все утята здоровенькие на том дворе еще сидит утка с 50 утятами поэтому ну я не знаю сколько их у меня наверное индоутят около 200 штук но 150 точно есть точно не скажу ну вот такие дела в общем начало положено ночка покрыта где-то у меня был вот мел сверху на клетке сегодня а какое сегодня число по ней когда же было 14 в общем я не помню какое сегодня число сейчас закончу видео посмотрю в телефоне и вот здесь запишу вот это был прошлый раз когда она была покрыта то есть уже прошло 4 месяца получается что будет кролица раз 4 месяца но я уже можно забрать стёпа молодец завтра с утра к нему пущу вторую крольчиху а вечером пущу третью сейчас еще будет на меня кидаться он такой массивный самец он огромный просто в нем 5 5 300 или 5 400 я не помню с прошлого видео когда его снимал и он очень худой то есть если он наберет вес то он будет около 7 килограмм ночь третий раз будете до два раза достаточно то есть крольчиха в охоте он сделал две садки очень быстро поэтому она точно покрыта но сейчас будет еще одна мы не будем это снимать в слышали он пискнул и упал на бок значит третья садка тоже прошла успешно о какой активный стал в большой клетке клетка большая и высокая все как бы ее достать ты хоть на меня не кидайся дурачок гля я ж так и говорил о как освоился скажи моя самка не забирай но вообще-то уже хватит стёп клетка большая но неудобная чтобы доставать малыш ну то есть кроликов потому что дверка с одной стороны а клетка длинная и очень сложно доставать в общем я поймал получилось все вот так только теперь я не знаю будет ли она обижать беля ну но пока мне отсадить ее нет никуда до послезавтра послезавтра уже пересажу ее в отдельную клеточку и будет она уже сидеть там ну вот ребят по по просьбам подписчиков покрыли мы одну самку но какой же сегодня число возможно 18 но не помню нужно заглянуть уже дни перепутали знаю что сегодня вторник а какое число не помню вот те которые постарше они конечно не сильно большие но покрупнее тех которые остались в сарае и вот их вот кучка вот те которые самые старшие те уже начали в перышко обрастать и вот возле воды болото разводят тоже вот эти вот уже вообще скоро обрастут перышки эти вот только начинают и в общем много их те которых только выпустил вот они еще немножко такие пропискивают ну за два-три дня освоятся вот мои хохлатые красотки смотрите какой хохолок это просто невероятно он больше чем у нее голова вот сидит муларт а вот старая уточка вот эти две уточки это две самки которых я точно буду оставлять ну и а а и вот 3 и это тоже уточка кстати вот все хохлаты они все уточки и черная там тоже с маленьким он хохолочком тоже уточка в общем и уже договорился с соседкой и мы с ней поменяемся вот самцов я ей дам своих она на мясо их будет держать и ей все равно как их убирать поэтому я и сказал тетянина когда будете начинать убирать самцов вы пожалуй ну то есть не самцов а уток вы пожалуйста мне скажите потому что мне нужно ну другой крови чтобы самцы были тогда утятки на следующий год не будут мельчать а наоборот станут крупнее спрашивали муларды грязнули не знаю как у кого но мой грязнули а вот он такой грязный ходит ну растет хорошо крылья уже почти доросли до хвоста но все равно какой-то мелковат мои утки на самом деле тоже все не крупные поэтому и он какой-то небольшой ну посмотрим как он вырастет ему там всего два месяца а то и нету наверное может к трем месяцам он будет большой мы резать уток не спешим поэтому я думаю все будет нормально ну вот эта утка с кухолком просто шикарная вот спрашивает как куда я сыплю корм вот вот этих двух заглушках у меня насыпан корм дробленая пшеница с вичменем просто намоченной и вот так она всегда у них есть то есть больше нет вот одна заглушка и вон такая же старая заглушка все вот эти две заглушки они постоянно с корма бывает приходят коровы повыедают потом коровы зайдут сарай и опять насыпаем во всем корм у них есть всегда вот такие дела холодно холодно малышам сейчас вот так все в кучку соберутся вообще самых маленьких он утка заводит сара и они все заходят ворона ворона он полетела не видно не видно барь насыпал вот борьки дробленка он что-то не хочет он что ли объелся что-то ел бы какой-то вот пузатый может наверно много перестарался уже с дробленкой хну ему чтоб он был потоль потолще потому что скоро его будем сдавать уже вот такие дела до борюсик ну да какой-то он сегодня без настроения ты чё не веселый бы обкушался да ну вроде сдутия нету просто наверно переел не знаю утром давал ему пол ведра и в обед сыпал пол ведра и наверно тёща светлана николаевна тоже ему что-то давала поэтому вот так такой невеселый ну все будет хорошо да боренька буянчик вот стоит на своем месте сейчас буду ему подстилать потому что быки они ходят под себя потому что у них краник на животе поэтому поэтому им нужно почаще подстилать сейчас у него уберу и буду ну то есть и подстилю он стоит до сих пор то есть стоит он пьет до сих пор молоко чаще всего он его выпивает сам то есть тёща ему дает вы высосать корову один раз в день ну вот так убежал от коровы потому что она начала мочиться выливаться как из крана пошла началась в общем вот так такой сегодня небольшой обход стёпу можно похвалить молодец я думал что с ним что-то не так потому что он не хотел покрывать крольчих в том маленьком загончике но теперь я понял что просто ему там было тесно в в тече я буду пускать к нему крольчих каждый день пока не покроются все мне нравится когда все малыши одного возраста тогда их можно оптом продать или в кучку посадить в один загон то есть с одновозрастными малышами хоть цыплята это хоть крольчата хоть любая другая птица с ними проще вот такие дела все ребят всем большое спасибо за просмотр и всем пока